Впервые вспыхнув на арене стадиона «Сокол», шоу «Лед и пламень» обещало вернуться. Спустя полтора года, любимые всеми фигуристы, многократные олимпийские чемпионы, вновь готовы зажечь зрителей необычными номерами. Место встречи изменить нельзя. В ночь в «Боксарск» они привезли новую программу под названием «Профессионалы». До ледового шоу остается всего несколько минут. Сами его главные герои приехали сюда за час до его начала. Они преодолели почти 400 километров, 7 часов дороги. На ледовое шоу зрители начали подтягиваться задолго до начала представления. Буквально за 15 минут трибуны заполнились практически наполовину. Две недели назад билеты закончились во всех кассах города. С прославленными фигуристами по городам и весям путешествует известная певица Светлана Светикова. Она бессменная ведущая этой программы. Звезда мюзикла «Ноттердам де Пари» тоже участвовала в одном из ледовых телевизионных шоу. Несмотря на это, девушка признается, что до сих пор боится надевать коньки. И уж тем более не решается выделывать пируэты на льду. Сегодня веду эту программу и исполняю песни. Но я не стою на коньках, а стою на шпильках. То есть это еще, наверное, сложнее? Ну, на льду стоять на шпильках вообще невозможно. Поэтому мне стелят специальную резиночку. Я стою на ней, чтобы не замерзнуть. Девушка открыла нам еще один секрет. Ради шоу ей приходится менять весь рабочий график. Откладывая съемки, концерты и не только. Просто так, блюд вообще изменил мою жизнь, в частности и личную. Поэтому сегодня его здесь нет. Но вообще-то в этом шоу мой возлюбленный нынче. Поэтому для меня это тем более важно. Хорошо. График у фигуристов бешеный. Выступления каждый день. В перерывах ненадолго возвращаются домой, чтобы увидеть своих близких. Но усталости они стараются не показывать. Какая-то сила внутренняя помогает, наверное, что-то сверху. Каждый раз думаю, ну, насколько еще хватит, насколько еще хватит. Ну, вашей любовью, наверное, держимся. Да, Россия большая. К этому мы уже привыкли. Но, конечно, шоу есть шоу. Зрители не должны знать, сколько мы проезжали там километров, сколько у нас летели самолеты. Мы это пытаемся профессионально скрывать, наверное. Скрывать, а точнее удивлять своих фанатов фигуристам удается. Каждый их номер продуман до мелочей. Прыжки, вращения, сложные поддержки. За катанием зрители следили за то их дыхание. Шоу-профессионалы, необычное по своей красоте. Многократные олимпийские чемпионы привезли в Чебоксары не только давно полюбившие 7 номера, но и абсолютно новые. Но это не просто фигурное катание, это актерская игра. Каждый раз на льду разыгрывалась новая история любви, разлуки, кипели настоящие страсти. Каждый танец – своеобразный спектакль, где даже музыка играет свою особую роль. С некоторыми номерами они выступали даже на Олимпиаде. Их наглядная оценка – золотые медали и чемпионские титулы. Сегодня здесь были представлены те, одни из самых лучших номеров, скажем так, которые получали все шестерки в проекте «Ледниковый период», «Кубок профессионалов». Поэтому, ну, по максимуму мы стараемся, конечно же, уже не ездить со старым, скажем так, материалом, а все время показывать что-то новое, поскольку зрители у нас, скажем так, искушенные. С собой артисты привезли десятки костюмов и профессиональную аппаратуру, которой в нашей республике нет. Световое оборудование приехало в Новочваксерск намного раньше артистов. Его установка заняла около трех часов. Фонари, прожекторы и лампы превращали лед в цветную феерию. Преданности чувашских зрителей артисты подивились. Фигуристы признались, что на этой арене было очень холодно. В спорткомплексе в самом разгаре ремонт. Здесь возводят новое здание, где в будущем разместится тренажерный зал, раздевалки, гостиница. На атмосфере ледового шоу это не сказалось. Когда мы сегодня подъезжали к дворцу спорта, трудно было поверить, что это вообще действующий каток, дворец спорта, поскольку снаружи это выглядит как чистый строительный дом какой-то. Профессионалы реже приезжают в столицы регионов. В основном им рукоплещут небольшие города. Из Новочваксарска шоу уехало в Марийский Ворск. Большое ледовое шоу стало отличным подарком жителям Чувашии к новогодним праздникам. Возможно уже завтра многие захотят надеть коньки и выйти на лед. И может быть, что в ближайшем будущем в Чувашии появится свой Костомаров и своя Навка. Субтитры подогнал «Симон»!